Я занимаюсь с детками и с ДЦП, и с детками со сколиозами, с различными нарушениями останки. Был один такой случай, девочка, 5 лет, совсем не разговаривала. То есть она говорила, там мапа, больше нет. Были проблемы с мышцами, слабость мышц шеи и так далее. И вот после того, как немножко мы поработали какое-то время, ребёнок первое слово сказал больно. То есть мама там заплакала вообще просто от счастья. И постепенно ребёнок так начал говорить, и так они немножко начали восстанавливаться. А в чём была причина? Слабости мышц, ну там ещё и центральная нервная система, то есть не только я ещё как бы работала, и слабости мышц шеи, дисбаланс мышечный, связочный. Девочке тоже лет 7, совсем не наступала на пяточку. Вот, была ротирована стопа очень сильно, вот, и была деформация очень грудной клетки. Ну, в общем, очень много всего. Ребёнок опустился полностью на стопу, выровнялась ножка, выровнялась грудная клетка деформации. Кинезиология значительно повышает эффективность работы, значительно во многих моментах упрощает работу, сокращает время работы, благодаря тому, что мы учимся находить первопричину и работать непосредственно с причиной нарушения, а не с симптомами и не со следствием нарушения. По тому время приёма сокращается, работа становится более эффективной, люди получают более квалифицированную помощь. Желающим и людям, которые работают с телом пациента, реабилитологи, массажисты, кинезиотерапевты, я бы очень рекомендовал изучать прикладную кинезиологию, понимая основы мышечного сокращения, легоментозных связей и работы суставов, можно значительно повысить свою работу и помочь пациенту более качественно. Была пациентка, пришла пациентка, у которой так называемый рефлекторный кашель. Человек на протяжении 10 лет кашляет при смене положения тела. То есть человек встал, закашлялся, прошло какое-то время, успокоилось, всё хорошо. Села, закашлялась, опять какое-то время прошло, успокоилось, всё хорошо. И так на протяжении 10 лет человек измучился по полной программе. Врачи открестились, пульмонологи сказали, это не наше, терапевты сказали, это не наше и так далее. Протестировали, нашли основной проблемный регион, это область малого таза. В процессе разговора выяснили, что было не совсем хорошее кесарево. Поработали с областью малого таза, восстановили функцию таза, пациенту стало гораздо легче. Я работаю в реабилитации детей с детским церебральным параличом и, в принципе, с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата. Прикладная кинезиология, её средства, такие как мышечный тест, я получаю дополнительную информацию о реакции организма на те или иные воздействия. Об этом получаю информацию на семинарах, и поэтому моя работа становится точнее. Работа на связках в сфере детского церебрального паралича, нарушения, которые в организме ребёнка присутствуют. Очень важные моменты по работе с костями черепа, которые неоднократно озвучивались на предыдущих семинарах. Григорием Михайловичем Крутовым, Людмилой Фёдоровной Васильевой. Нормализуют кровообращение головного мозга, улучшают настроение ребёнка, восприятие информации лучше становится. И в дальнейшем уже добавляются средства кинезиологии, то есть обычные упражнения, которые ребёнок уже лучше воспринимает. Прекрасно работают упражнения рефлексоостощающие. Это просто подарок. Прошёл последний семинар по сколиозам, различные теологии. И сколиозы, которые могут иметь краниальную причину возникновения краниального нарушения, очень хорошо работает гимнастика по истощению примитивных рефлексов, задержавшихся патологических, что очень актуально при детском церебральном параличе. Родители изучают эти упражнения, отзывы специалистов и родителей, что да, действительно, самое минимальное по времени выполнение упражнений, то есть это 5-7 минут, настраивает ребёнка на более эффективную работу. Действительно, многие упражнения просто лучше получаются. А на выходе комплекс лечебной гимнастики имеет положительные результаты. Просто сразу же. Разница очень большая. Поэтому это просто подарок. Сейчас дорабатываем, адаптируем и так далее. Мне лично прикладная кинезиология даёт каждый раз, каждый семинар даёт толчок. Огромный творческий, соответственно, эмоциональный. Я получаю огромный заряд энергии, желание работать, причём учитывая все коррекции преподавателей, осторожно, внимательно, находя общий язык с организмом. Самым значимым моментом лечения является правильная диагностика. Для того, чтобы правильно продиагностировать, должна быть обратная связь с организмом. Мы в организме можем переспросить, используя мышечный тест, правильно мы поступаем или неправильно. Поэтому прикладная кинезиология, как набор диагностических тестов, который позволяет определить адаптационные возможности организма на различные раздражители, является самым универсальным и самым правильным методом. У меня есть пациент, который попал в автомобильную катастрофу, который был двойной перелом лодыжки. Его оперировали в Киеве. В течение 8 лет реабилитация отбывала нулевые результаты. Боли сохранялись, слабо сохранялись, нога усыхала. В Киеве сказали, что вы можете зафиксировать сустав, чтобы он у тебя не двигался, боли будут меньше. Но в течение 2 лет мы работаем с этим человеком, в течение буквально 3 месяцев у него все восстановилось, и теперь он только поднимается, поднимается и поднимается. И все это методами прикладной кинезиологии? Все это прикладная кинезиология. Только. Потом, когда мы восстанавливаем мышечный тонус, когда снимаем рубцовые изменения, то есть под руками образуются спайки, которые блокируют мышцы, мы устраняем спайочные нарушения, мышцы восстанавливаются, и потом человек, занимаясь спортом, восстанавливает свои мышцы. Я работаю спортивным массажистом в Школе Высшего Спортивного Мастерства. И знания, которые я получаю здесь, и дополнительно по нашим видеосеминарам я изучаю, учу, применяю в своей работе. Поскольку спорт высших достижений, у них, спортсменам, требования очень большие. Знания, полученные здесь, непосредственно, когда спортсмен получает травму, или у него функциональные способности уменьшаются, я их применяю на работе. Если взять конкретный пример, есть, например, пятиборцы. И подходят ко мне и говорят, у меня вот по времени, то расстояние, которое я пробегаю, уже время удлинилось. Что делать? Я делаю мышечное тестирование, вижу, что у него работает слабо передняя большеверцовая мышца. На отталкивание в паттернный шаг не работает большой палец. Сделал лечение, и все получилось, что результат определенно увеличился у спортсмена. Вот хотя бы самый маленький пример, который я применил в своей работе. И вообще прикладная кинезиология – это такая творческая, очень интересная работа, работа с телом. Продолжение следует...